Эта кинокомедия вышла в прокат 7 марта 1962 года и символизировала собой подарок прекрасной половине человечества к Международному женскому дню. Фильм, в основе которого лежала одноимённая повесть Бориса Бедного, рассказывает о передовиках производства, рационализаторах и работниках быта в условиях сибирского леспромхоза. В финале передовик производства обещает жениться на работнице столовой леспромхоза. Складывается впечатление, что леспромхозы в Советском Союзе существовали всегда, и в кино показан некий частный случай на этом производственном фоне. На самом деле было не так. При жизни Сталина в Советском Союзе валили лес заключённые концлагерей. А после смерти Иосифа Виссарионовича начали выпускать из заключения тех, кто сидел там только потому, что кто-то должен валить лес. Поэтому тюремные бараки переименовали в общежитие, где работники жили по несколько человек в одной комнате, а эти предприятия переименовали в леспромхозы. А в остальном жизнь там была весёлая. Дискотеки, рестораны, магазины, вкусное мороженое и колбаса по 2,20.